Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас на обзоре очередные после Сальма Тревел баллонки. Теперь это Альвега, модель Калибр. Серия насчитывает в себе 5 удилищ. 360 длина, 4 метра, 4,20, 4,5 и 480. Качество проверенное временем, как говорят. Они на рынке уже достаточно давно, людям нравятся. Но вот меня попросили сразу снять всю серию, потому что информации не так много. А если где-то там кто-то что-то цапает откуда-то эту информацию, то конкретно только о какой-то длине. А вот, Максим, покажите нам, пожалуйста, в разобранном виде. Строй каждый из них, чтобы мы посмотрели, как отличаются от меньшей к большему и так далее. Что меняется и тому подобное. Про катушку держателя просят рассказать. Ну, в общем-то, рассказываю. Значит, на примере открываем первую, ближнюю ко мне. Значит, по защитному чехлу все безупречно. Жесткий, прочный, защитный чехол на двух ашлямках резиновых. Ну, что называется, одна даже сгниет от времени или сохнется, точнее, резина. Ну, останется вторая. То есть, это надежнейший чехол с надежными прочными лямками. Здесь все в порядке абсолютно. То есть, будете очень довольны. Также, сразу коснусь, наверное, колец. Вы обратите внимание, что они друг на друге не лежат. То есть, полная защита колец от бланка достаточно далеко. Они не очень высоко посажены, что не нужно. И не очень близко. Это идеально средняя высота ножки кольца, которая позволяет и не прилипать леске к бланку в сырую влажную погоду. И в то же время хорошо стравливать ее. Крайне важный момент для того, чтобы кольца друг на друга не ложились, это вот такая неопреновая вставка в торце. Как вы видите, специальные такие вот шахматные выбоинки, лесенка такая, для того, чтобы каждое колено, оно ложится на свою, соответственно, ступеньку. Катушка-держатель. Написано «Альвега». Ну, понятно, что здесь можно написать все, что, в общем-то, угодно. Но по бегунку, по лапке, сюда встают катушки до 4000-го включительно. Дальше уже надо смотреть. Ну, в общем-то, это и не нужно, больше сюда катушки больше ставить, да. Высота самих заходов для лап позволяет сюда поставить катушку практически любой фирмы. Дальше, в общем-то, можно разобрать чуть-чуть ее. Достаточно мощная палочка, то есть она универсальна абсолютно. То есть уголь здесь карбон, конечно же, кого интересует. Модульность карбона не знаю, но, скажем так, я не думаю, что это очень важно сейчас, вот именно для travel-баллона, как это кого-то интересует. Могу померить сейчас транспортную длину. Ну, транспортная длина одинаковая у всех. Это 58 сантиметров, но чехольчиком будет 60. Диаметр коври. Ну, давайте, а то, может быть, будут люди писать. Вот померяем. У 4,5 метра мы разобрали. Диаметр у комля 25. У 480 диаметр комля 27. Так, 4,20. 23. У ровно 4 метровый, диаметр 21. Ну и, соответственно, 360, 3 метра 60 сантиметров, диаметр 19. Давайте раскладываем, смотрим. Разложили наше удилище. Давайте сейчас с 360 начнем. Перед тем, как начнем, скажу, что еще упустил, когда сидел, сказал, что... Сказать, что колено усилены в районе стыков. Значит, и фактическая длина каждого удилища. Вот мы померили. 360-ая в реальности 354. 4-х метровая ровно, которая 378. 420-ая 405. 450-ая 440 реальная длина. И 480-ая реальная длина 470. Поэтому, вот, исходя из этого, и, соответственно, выбирайте себе нужную длину, чтобы реально вам подошла. Ну, соответственно, такое и такое дело, как вы знаете, у всех практически производителей 99%, что номинальная длина совсем другая, чем фактическая. Ну, значит, 360-ая вот у меня в руках, смотрите. Лежит очень легко. Строй средний-быстрый. Средний. Ну, смотрите, палочка упругая очень. С большим запасом прочности. То есть, это карп. Даже можно аккуратненько на сама пойти. Но не говоря уже о том, что карась еще где-то по верхней части спокойно будет держать течение. То есть, кто ловит ей как баллонкой, допустим, на течении быстром, то она будет замечательно просто держать течение. Давайте нагружаем. Аккуратненько делаем. Смотрите, мою руку. Да, упругая очень. Неправильно распределяет. Посмотрите. Очень приятная в руке. Вот даже ребенку очень будет приятно. Поэтому не пожалеете. Хорошая очень палочка. Следующая у нас это 4-х метровка. Тоже в руках лежит. Вот я сейчас, наверное, после того, как загружали этой левой рукой, но ощущение вообще невесомое практически. То есть, а самое главное, бич большинства подавляющего тревел-вариантов, это шланг. Да, баллонка получается шланговая. Здесь этого нет. Смотрите, она как быстро раз и встала. Да, упс. Все, очень хорошая палочка. Мне нравится. Давайте нагрузим. Жесткий, абсолютно вверх. То есть, морда, как говорят, удилища. Жесткая, быстрая. То есть, хорошая схватка, как говорят, на подсечку. Да, на просечку, соответственно. И на подсечку, быстротудно ее. И на просечку губы, соответственно, рыбы. 420-я. Тоже очень легко лежит в руках. Абсолютно легко. Не могу сказать, что она сильно как-то отличается от четверки. Смотрите. Быстрая тоже, быстро восстанавливается. Никакой лапшистости здесь и близко нет. Нет. Колечки правильные. На среднем расстоянии удаления от бланка. Это позволяет, соответственно, не липнуть лески к бланку. Но и в то же время, чтобы это не огромное, чтобы их там не сломать, не поломать. Где-то, когда не нужно. Абсолютно парусность создавать. Нагружаем. Вот, опять же, покажу вам руки свои. Чтобы посмотреть, параболу точно откуда-то идет. Очень большой запас чувствуется. Запас прочности. Вот, опять же, беру 450-ю. Но тоже, то есть, ощущение такое вообще складывается, что чем длиннее, тем даже легче. И тем удобнее. То есть, вот вообще я беру абсолютно жесткая палочка. Быстренькая. Смотрите. Никакой лапши. Тут же все встает. В прямую линию. Нагружаем. Вот, повторюсь, это у нас в руках 450-я. Но здесь она, по-моему, в центре еще даже помощнее немножко. Но тоже, видите, она не заломается. Она распределяет нагрузку все дальше и дальше, видите, в зависимости от силы. И запас очень приличный у нее. Но и как бы усиление вот этих стыков колен тоже, конечно, придает надежности. Ну и последний вариант. Это 480-я. Тоже не могу сказать, что здесь она хоть как-то у нас... Видите, она в прямой линии. Не клюет носом, видите. Абсолютно ничего. Ровная, идеальная, прямая. Ну и в ощущениях только, наверное, вот я чувствую, что комель потолще у меня в руках. Но у меня рука средняя. Да, ну чуть-чуть потолще, наверное, разве что комель. Но вот по жесткости все то же самое. По балансу очень, кстати, неплохая. Я ожидал, честно говоря, худшего варианта. Вот 480-я я не ловил. Вот сейчас вот беру в руки что-то. Ну не впервые, конечно, мы их продаем. И они не первый раз, да. Но по балансу очень приятная палочка. Нагрузим. Здесь ощущение, что она еще мощнее даже. Хотя при этом не кажется никакой там веслом, ничего такого. Да, приятная, приятная абсолютно во всех отношениях. Ну вот, друзья, разобрали, посмотрели. Интересные очень баллоночки. Советую абсолютно к покупке. Качество хорошее. То есть нареканий нет у людей, кто покупает. Да и в целом, вот по визуально, по внешнему виду все очень аккуратненько, так приятненько сделано. Подписывайтесь, пожалуйста, на социальные сети. Если хотите бесплатно получать запасные части и иметь бессрочную гарантию на заводской брак на все удилища, купленные у нас в магазине Multifish. Обязательные соцсети – это ВКонтакте, Телеграм и Ютьюб канал. Желательно Инстаграм, Фейсбук и Рутюб. Все, кто у нас покупает удилища, подписаны на социальные сети. В период действия акции вы можете получить до двух запчастей в год бесплатно. Абсолютно. Плюс у вас постоянная гарантия на заводской брак бессрочный на весь срок службы удилища. Не забывайте вам об этом, будете подстрахованы, подписывайтесь, покупайте подробности акции в раздел программы лояльности на сайте, правый верхний угол под номерами телефонов. И всего вам доброго и до новых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует...